Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Мария Бодрова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас выпуск для любителей мексиканской кухни. Этот продукт появился в разгар Второй мировой войны на границе двух стран. По сути, закуска легко может быть и отдельным блюдом. Рецепт своим рождением обязан случаю, а именем – создателю. Колоритные, яркие, а главное – вкусные. Герои нашей сегодняшней программы – чипсы «Начос». Мы начинаем! «Начос» – это закуска мексиканской кухни. В ее основе чипсы из кукурузной лепешки, тортильи с различными добавками. Впервые они появились в городе Пьедрос-Негрос в штате Кауэлла. История гласит, что однажды в 1943 году 10 жен американских солдат зашли в один из ресторанчиков. Время было позднее, заведение закрывалось. Да и, честно говоря, к тому времени все оказалось съедено. Но не разочаровывать же гостей. Метродотель заведения Игнасио Анайя нашел выход из ситуации. Он побежал на кухню, нарезал тортильи в форме треугольников, посыпал сверху сыром чеддер, быстро нагрел и приправил перцем халапеньо. Дамы оказались в восторге. А на вопрос, как же называется это блюдо, находчивый метродотель ответил – «Начос и спешиалис», то есть «начо для вас». А «начо» и есть сокращенная форма от имени Игнасио. Метродотель так и не признался гостям, что изобрел блюдо случайно, да еще и 10 минут назад. Позже Фрэнк Либретто первым придумал разносить закуску на стадионах во время матча по американскому футболу. Популярность блюда стала дикой. Сначала влюбила в себя Техас, а потом и другие штаты Америки. Считается, что в США чипсы «начос» сродни соленым огурцам или селедке в России. Этот продукт чаще всего требуют от своих мужей беременные женщины. Польза «начос» для деторождения не доказана, впрочем, как и точность соцопросов. Однако нельзя отрицать – кукурузные чипсы с сыром – это один из самых вкусных деликатесов. Позже закуску оценили и в России. Теперь практически в любом нашем кинотеатре и баре ежедневно продаются килограммы хрустящих кусочков тортильи и несколько литров сырных, острых и овощных соусов. Найти чипсы из кукурузной муки на прилавках магазинов тоже не составит труда. Узнаем у самарцев, на что они обращают внимание при выборе продукта. «Начос»? «Ну, там кроме кукурузной муки, по сути, в составе ничего не должно быть. Вот, смотрю, приемлемо по цене и приемлемо по составу». «На срок годности, на вид товара». «Всегда хочется выбрать то, что ты уже знаешь. То есть то, что уже проверено качество, то, что проверено тобой или твоими знакомыми. Дальше смотришь, соответственно. Желательно, чтобы все это было в хорошей упаковке, потому что многие продукты, если упаковка повреждена, то это говорит о том, что вполне возможно, какие-то уже качества его испортились, и поэтому этот продукт не стоит брать. Естественно, смотрим на срок годности». «На срок годности, на производителя. Не знаю, на упаковку целая, не целая, как все это выглядит». Впервые рецепт «Начос» был опубликован в поваренной книге Святой Анны аж в 1954 году. Позже автор шедевра, тот самый Ганасио Анайо, увоился из метродотелей и открыл свое заведение под названием «Начос». Придуманное им блюдо было поставлено в меню на первую позицию. Раньше начосы готовили из тортильи кукурузные лепешки, поэтому если на прилавках магазинов вы увидите «Начос», но они будут называться тортильи, знайте, это все те же, грубо говоря, чипсы из кукурузной муки. Обычно они треугольные. Цвет от золотистого до коричневато-белого, а вкусы зависят от добавок. Закуску вы запросто можете приготовить и дома. Тортилью надо разрезать на четыре части и отправить в разогретую духовку до 190 градусов. Если решите сделать из кукурузной муки, получится немного дольше. В итоге треугольнички будут выпекаться в духовке до появления румяной корочки. Столь простой в своей гениальности блюдо никак не смогли обойти стороной производители, тем более учитывая популярность картофельных чипсов. Но главное, что характеризует хороших предпринимателей – качественные ингредиенты, но об этом поговорим чуть позже. Героями нашей сегодняшней программы станут торговые марки «Деликадос», «Карамбос» и «Фанлайф». Расставим их по алфавиту, согласно названиям, присвоим каждому номер от одного до трех, испытаем и в завершении узнаем, кто же окажется победителем программы «Сохраняйте чек». В лаборатории будут проверены на внешний вид, вкус и запах, минеральные примеси, примеси растительного происхождения и посторонние механические примеси, которые должны отсутствовать в данном продукте. Также будет проверена доля хлоридов, токсичных микроэлементов и показательной микробиологии. В составе правильных, то есть качественных начос, которые сделаны именно из кукурузной муки, содержатся органические кислоты, которые поддерживают кислотный щелочной баланс в организме. Благодаря клетчатке ускоряется работа кишечника, на удивление восстанавливается артериальное давление. Еще один важный факт для поклонников хрустящих закусок. Если перед вами стоит выбор между чипсами картофельными и кукурузными, помните, что в последних меньше крахмала и трансжиров. А если готовить самостоятельно, то нет еще и трех страшных букв – ГМО. Не должно быть запаха плесени. Если она присутствует, то это говорит о нарушении герметичности упаковки и падении туда вредоносных микроорганизмов. Также мы не должны видеть излишней влаги в этой упаковке. Срок годности также зависит от непосредственно изготовителя. Он может достигать одного года. При изготовлении чипсов на производстве обязательно будут использованы консерванты для увеличения срока годности, ароматизаторы и стабилизаторы, чтобы сделать продукт более привлекательным и хрустящим. Неизвестно, как на эти добавки отреагирует ваш организм, так что следите за собственными ощущениями. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. 21 октября во всем мире отмечается Международный день Начос. Правда, в Америке его празднуют 6 ноября. Отмечают его, в принципе, одинаково. Готовят огромное блюдо с этим лакомством, а также поедают чипсы на скорость. Но для того, чтобы не омрачить праздник, выбирайте качественный товар. Мы начинаем нашу рубрику «Глубоко субъективные тесты». Основа Начос – это кукурузная мука. Правда, ряд производителей указывает в составе зерна кукурузы. Дальше их перемалывают, получая ту же самую муку. В этом испытании плюсы всем конкурсантам. Классические Начос треугольные ломтики жестковаты. Могут быть с вкраплением специй. В идеале еще и со следами прожарки на огне. Некоторые производители даже акцентируют на этот момент, указывая на упаковке. По консистенции они почти в два раза тверже картофельных чипсов. Не такие ломкие. Плюсы первым двум участникам. В идеале в пачке не должно быть поломанных треугольничков, даже учитывая транспортировку. Опять впереди первые два конкурсанта. Если вы решите угостить детей домашними Начос, то лучше вместо соли, перца и других специй выбрать сахар и корицу. Мексиканским, конечно, такое блюдо вряд ли назовешь, но зато оно будет менее вредным. Но главное, в любом случае выбирайте качественный продукт и не забывайте наши советы. Как мы уже рассказывали, Начос стали еще популярнее, когда появились на футбольных стадионах. Поэтому оцените наших конкурсантов. Мы предлагаем молодому человеку, который обожает одну из старинных игр с мячом. Евгений Чубрин, поклонник футбола и часто, наблюдая за играми в спортбарах или дома, заказывает себе начос. Его любимый – с сыром. Евгений не знает названий торговых марок. Перед ним три вида кукурузных чипсов. Он ориентируется исключительно на свои вкусовые ощущения. Первый вариант – он какой-то более-менее безвкусный. Вкус не очень так чувствуется, не выражается. А второй – слишком сильно крошится. И когда уже пережевывать начинаешь, уже вкус теряется у него. Третий вариант, который более-менее всех мне понравился – нормально соленый, более-менее специи и не крошится. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Участники боролись за победу, но поделили первое место два конкурсанта. Поздравляем победителей! Думаю, теперь вы наверняка сможете выбрать качественный продукт и не ошибетесь в покупке. Главное – не забывайте сохранять чек. Смотрите нас в эфире телерадиокомпании «Губерния» или заходите на официальный сайт. Увидимся на следующей неделе. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова